По результатам пяти лет работы в Сирии, правительство Сирийской Арабской Республики достойно оценило труд наших волонтеров. Вы видите медали за боевое содружество, которыми награждены наши ребята. Я сейчас кратко хочу перечислить вклад каждого из них. Первый – это Александр Рычков, псевдоним Александр Иванов. Впервые мы с ним проводили такие операции по разоблачению массовой лжи. В Ливии, если вы знаете, это операция в Азаве, когда весь мир говорил, что в городе идут бои, там в боевике. На самом деле ничего этого не было. Это была стопроцентная ложь, когда все мировые каналы, включая российские, ее просто безумно тиражировали. В мае 2019 года мы с Александром Ольгой Кулыгиной и переводчиком попали в район города Аль-Хула, где произошла массовая резня по заказу влиятельных игроков геополитических для того, чтобы Россия проголосовала за бомбежки Сирии. Это произошло за три дня до голосования в Совете Безопасности. Все вбросы делались на русском языке. Мы успели тогда отснять, что город авиации Башарасада не бомбила, что город цел, представить свидетелей, которые четко рассказали, как семь банд, 700 человек зашли в этот маленький городок и устроили резню, причем резали избирательно детей и женщин из семи лояльных режимов. Саша снимал многие ситуации и в Алеппо, и в других городах. Вы помните репортаж о сбитом Су-24, когда в упор показывали горящий вертолет и другие вещи. Это работа Александра. Это один из лучших фронтовых операторов российского телевидения. Соответственно, это и операция под ракой, это и Кесаб, это и Соколы пустыни, ну и многие другие вещи в течение последних пяти лет. Следующий, это мой первый зам, Александр Петров. Я очень благодарен, он в Сирии несколько лет. Соответственно, мы были в горной группировке, мы были во многих районах, Кесаби и так дальше. Но Александр сыграл важную роль во время прорыва боевиков в Алеппо, когда началась паника. И действительно, те действия, которые предпринимали наши волонтеры, они помогли ситуацию изменить. К сожалению, он получил две контузии, одна из которых тяжелая. И, естественно, мы надеемся, что до того, как он не подлечится, туда он не полетит. А он рвется туда ехать сейчас. Следующий, Константин Костет. Вы помните, что когда сбили наш вертолет, подбили вертолет, который вез спасательную группу к месту падения Су-24, это был единственный человек, как раз рядом со склоном горы, к которому подбежали сирийцы, сказали, что вот там ваши русские, мы языка не знаем, пожалуйста, веди с ними переговоры, потому что с вершины горы уже спускались боевики с гранатометами. И Константин эту задачу выполнил, то есть он смог убедить, что это свои, и те, кто были на борту вертолета, вышли без потерь до того, как боевики подошли к месту его падения. Это и репортажи, которые увидели в Пальмире, когда рядом с нашими ребятами, с Олегом, с Константином падали мины, и, пригибаясь, они рассказывали о том, что здесь достаточно сложно. Это и бои под Сальмой, это и Хомс, это и Кесаб, и это первая командировка в осажденный Дейрзор. После того, как сбит наш вертолет под Идлибом и погибли наши товарищи, вы должны понимать, что лететь на старом изношенном вертолете полторы сотни километров над позициями Дайш, это достаточно опасно, потому что любая техническая неисправность или пуля Зушки, она как бы приведет к стопроцентной гибели. Игорь Орженцов, это мой боевой товарищ, с кем мы попали в окружение под Украиной, который сейчас руководит группой в Алеппо непосредственно в эти дни и часы. Соответственно, документирование и газовой атаки, и американского оружия, которое находится в руках тех же людей, которые травят газами, мирное население Алеппо, это все тоже заслуга Игоря и членов съемочной группы. Сергей Тулин, Пальмира, Алеппо, Александр Дед, это и Ирак, это и Турция, это походы с герили в различные операции, это и Сирия, это и две командировки в Дерзор вместе со мной в самые критические дни, это в конце января, когда боевики осуществили прорыв и вопрос о том, кто будет контролировать Дерзор, решался просто в течение двух дней. И в окончании Рамадана, когда планировалось большое наступление на Дерзор, американцы это знали, потому что это единственный город на пути газового трубопровода, который занимают отряды сирийской арабской армии. Поэтому вопрос о том, будут ли контролировать его игиловцы, кто уничтожит сирийский гарнизон, либо его смогут деблокировать, это очень важный вопрос. Значит, соответственно, это и Пальмира. Переводчик Фадель, фамилию не называем, это наш товарищ, вы его видели на многих наших снимках. К сожалению, он тоже получил ранение в ногу и сейчас как бы лечит раны. Алишер Игамов, это и Алеппо, Шейк Масуд, самые тяжелые моменты прорыва, там танкового прорыва, когда пять улиц взяли, когда вот Александр Петров получил тяжелую контузию, вот, и тоже они смогли оказать серьезное влияние на ситуацию. Это и полеты со мной, вот, к месту падения вертолета нашего, последнего под Пальмирой, у алеватора. Это и Африн, вся турецкая граница, когда мы действительно показывали, как турки выкатывают танки, прямой наводкой расстреливают укрепления на сирийской территории. Это и Влад Шактин, то есть это операции в Кесабе, это и Африн, это и Пальмира, это и Алеппо. Вы видели его репортажи, его лицо. Ну, сейчас рядом со мной есть три человека, я просто сначала перечислю, это Вячеслав Леший, это тоже Ирак, это Шангаль, где мы попали ночью в аварию, и у него титановая пластина в ноге, хотя он по горам очень хорошо лазил, ну, по передней линии соприкосновения сдаешь. Вот, это и, соответственно, граница с Турцией, Итрия, Пальмира, это вот январская командировка в Дейр-Зор. Это и Олег Рюрикович, соответственно, Пальмира, Дарая в Дамаске, Кесаб, Хондарат в Алеппо и другие районы. Это операция под ракой, это Итрия, это Пальмира, это Эль-Барда. Ну, и Сергей Мартынов, который, вы помните, тоже по репортажам, был в окружении в Хондарате, был в окружении в Ханасире, все это документировал, к счастью, все закончилось хорошо, они вышли. Это и Камышли, и Тель-Абьят, и Пальмира, и Кесаб, и репортажи прекрасные из Алеппо, и Дарая в Дамаске, и Итрия, и окрестности Раки. Сергей, разрешить тебе от имени Сирийской Арабской Республики вручить грамоту министра обороны и правительственную награду Сирийской Арабской Республики медаль за боевое содружество, которую ты заработал с честью. Поздравляю. Служу Отечеству. Очень приятно работать в таком коллективе. Теперь мы боевые друзья. Постараюсь радовать зрителей новыми репортажами. Привет всем, кто нас смотрит, кто нас помнит и ждет наших материалов. Большое спасибо. Олег, от имени Сирийской Арабской Республики мне выпала честь вручить тебе правительственную награду этой страны, медаль за боевое содружество. Ты скоро летишь снова туда, чтобы удача тебе всегда способствовала. Поздравляю. Благодарю. Служу Отечеству. Командировка моя была на этот раз длинной, порядка восьми месяцев. Насыщенной, интересной. Познакомился с очень интересными людьми, за что им благодарен. Надеюсь, еще не раз увидимся. Спасибо. Вячеслав, от имени Сирийской Арабской Республики мне выпала приятная обязанность вручить тебе правительственную награду этой страны, медаль за боевое содружество, которую ты с честью заработал. Поздравляю. Спасибо, Барат. Служу Отечеству, служу Российской Федерации и очень рад, что имел честь в вашей замечательной компании, компании настоящих мужчин, выполнять задачи и вы мне подарили возможность приносить пользу России и сирийскому народу. Спасибо. Надеюсь, не последний раз.